Шалом! Мы начинаем сегодня новый цикл занятий, я чуть было не сказал, цикл лекций, но это как раз не лекции, не фронтальные лекции, а занятия по теме актуальные вопросы Аллахи, связанные с медициной. Так уж волею того, кто творит судьбы мы людей, получилось, что в мире распространяется вирус, настоящая пандемия и вследствие этого интерес к многим вопросам, связанным с медицинской этикой, а с нашей стороны с Аллахой в отношении к медицине, возрос. Вот поэтому я и решил дать серию таких уроков, провести серию занятий, посвященные актуальным вопросам медицины в Аллахе. И начнем с вопроса, может быть, неожиданного, а именно легитимность занятия медициной вообще. На первый взгляд, кажется, вопрос дикий, что значит легитимность, а что, может быть, какая-то мысль, что люди не должны заниматься медициной, что деятельность врача, в ней есть что-то нежелательное, и нужно вообще искать причины, по которой деятельность будет считаться легитимной. Вопросы правильные, но все-таки обратимся к тексту. Раздел Мишпатин, 21 глава книги Шмот. И вот, что там сказано, я читаю. «Если люди поссорятся, и один человек ударит другого камнем или кулаком, ситуация, бывает, и тот не умрет, тоже бывает, не от каждого удара люди умирают, то есть если бы человек умер, то продолжение было бы естественное судебное разбирательство, связанное с обвинением в убийстве». Но здесь речь идет не о том, тот не умрет, а слежет в постели, как в этой ситуации, то если он встанет и будет ходить по улице с помощью опоры, то есть с палочкой или на костылях, то ударивший будет чист. Чист имеется в виду, что он чист от обвинения в убийстве. Но это не значит, что с него взятки гладкие. Пусть только заплатит за простой в его работе и вылечит его полностью. Итак, в случае, когда был нанесен здесь, была нанесена травма, физический ущерб, то тот, кто нанес его, должен оплатить. Что он должен оплатить? Из пасука ясно, прежде всего, простой в работе и еще вылечит его полностью, то есть необходимо оплатить человеку все его издержки на лечении. Устная тора привносит здесь еще несколько платежей, то, что называется незек, а именно материальный ущерб, а также бошит, то есть возмещение морального ущерба, то, что если человек стыдится ходить с синяком под глазом, то это тоже нужно оплатить. Но сейчас то, что нас интересует, это именно вот последняя фраза и вылечит его полностью. Ну, казалось бы, все очень просто. Каждому понятно, что если нанесли человеку физический ущерб, травму и так далее, то нужно оплатить лечение. А вот Талмуд в трактате Баба Кама, вот это вот я читаю отрывочек второй, там сказано, Тана Две Раби Ишмаэль. Так учили в Бетмидраше Раби Ишмаэль. В Рапо Ирапе, вот это вот фраза, конец фразы в оригинале. В Ника Амаке Ракшифто Итен В Рапо Ирапе. То есть, и будет чист тогда ударивший, и только он должен оплатить простой в работе, в Рапо Ирапе, и также излечить его, то есть оплатить ему потерпевшему лечение. Говорит Талмуд из того, что сказано в Рапо Ирапе, Микан, отсюда мы делаем вывод, Шенитнар, Шут, Лерофел, Рапо, отсюда мы делаем вывод, что у врача есть право лечить. Ни больше, ни меньше. Получается, что если нам понадобился стих в Торе, и стих этот понимается Талмудом так, ведь речь идет о судебном разбирательстве. И потерпевший выдвигает иск против того, кто его ударил. Понятно, что он требует от него. Он требует от него простой в работе, чтобы оплатил простой в работе, понятно. Мало этого, он должен еще и оплатить, он требует от него оплату его больничного листа, оплату всех его расходов на лечение. Если суд это принимает, значит, лечение – вещь легитимная. Ибо если бы речь шла о чем-то, о каких-то нелегитимных расходах, расходах, которые не входят в совершенно оправданные и принятые обществом, то мы бы такой иск не приняли, то ответчик смог бы отклонить этот иск из ЦА. Но здесь, поскольку мы видим, что Тора принимает этот иск, значит, мы делаем вывод, что занятие медицины и лечения – это вполне легитимная вещь. Стало быть, врачу разрешено лечить. Ну и снова мы возвращаемся к тому вопросу. Зачем нужно было, зачем нужно было Торе приводить этот стих для того, чтобы нам пояснить, что занятие медицины – это вещь легитимная, а что так это непонятно, что если человек болен, то он должен лечиться. Если он должен лечиться, то кто-то, кто умеет это сделать, должен это сделать, и поскольку он делает это, не всегда он делает это даром и добровольно, то надо ему это оплатить. Какая здесь вообще была задняя мысль, то, что называется в Талмуде Ава Амина, какая могла быть ошибочная задняя мысль, что занятие медициной – вещь нелегитимная. Вот здесь с этим вопросом мы обращаемся к Рамбану. И не только потому, что он один из величайших авторитетов среди решений, среди первых имитаторов Талмуда, но и потому, что он, среди прочего, зарабатывал на жизнь именно медициной. Вообще, в его время, в Средневековье, среди испанских евреев, это была одна из наиболее распространенных профессий. Евреи зарабатывали на жизнь медициной, а также держали аптеки, фармакологией. Что пишет Рамбан? У него есть такое сочинение, называется «Турата Адам». «Турата Адам» – это аллахическое его сочинение, в котором он собрал законы, касающиеся медицины, врачей, посещения больных, ну и траура, погребения, траура и так далее. Всю эту тему он объединил под крышей своего сочинения «Турата Адам», «Учение о человеке». И вот там он пишет, среди прочего. Во-первых, Ахувель, то есть в Талмуде, в трактат Бавакама, глава называется Ахувель, как раз о физических повреждениях. «Тана Две Раби Ишмаэль» – там приводится мнение из слов «Тана» из Бетмидраша Раби Ишмаэль. «Ларапой и рапей» из того, что сказано, совершенно его вылечат. «Меканши нитнар шут лрофе ларапот». Отсюда мы учим, что есть право у врача лечить. «Перуш, поясняю» – пишет Рамбан. «Шема йо ма ра ра фе ма ли бе ца ра зе». Ведь есть у нас опасения, что врач может сказать, а зачем мне вообще влезать в это дело. «Шема э тэ в немцете у рэгны фашот бе шугек». Ведь что будет, если я ошибусь? Ведь медицина – это не строгая наука, это не математика, это не физика. Очень многое зависит здесь от понимания, то, что называется шекульда, от понимания врача. Правильно ли он поставит диагноз? Ведь очень часто ошибаются. И даже если он поставит диагноз правильно, верно ли он выберет решение. И даже он выберет правильное решение, кто знает, какие последствия оно может вызвать, если у людей различные аллергии или еще какие-то вещи. Иными словами, масса-масса вопросов. Так скажет тебе врач, зачем мне в это влезать? То есть, может быть, я ему помогу, но ведь, может быть, я ему и не помогу. Если я ему помогу, мне скажут спасибо, может быть, даже заплатят деньги. Но если я ему не помогу, или, может быть, наоборот, я из-за своего курса лечения, хоть, может, я только приведу к тому, что он, что болезнь усилится, он может погибнуть. Так зачем мне это надо? Иными словами, когда, если меня просит сосед помочь ему с компьютером, что-то у него там, даже если я вовсе не уверен в своих способностях заниматься компьютерами, то я с удовольствием помогу ему, отзовусь на его просьбу. Максимум, я чего-то напортачу, ну, максимум у него сломается компьютер, могут ему починить. Максимум ему придется переустановить потом программы, тоже не страшно. Но когда речь идет о жизни человека, то здесь уже страшновато. Конечно, он страдает, конечно, можно понять. Но ведь я на самом деле здесь рискую самыми страшными вещами. Стать причиной смерти человека, стать убийцей даже по ошибке, так хуже этого ничего нет. Так может быть, не надо нам в это влезать? Зачем идти учить медицину? Зачем заниматься медицинской практикой мне, по крайней мере? Тот, кто хочет, пусть этим занимается. Но мне-то зачем? То есть такая мысль, говорит Рамбан, она вполне-вполне оправданная. Снова, Рамбан это говорит, будучи врачом, практикующим врачом. Но, безусловно, каждый врач может понять, что могут быть ситуации, в которой поджилки трясутся. А действительно ли я собираюсь, а действительно ли я смогу помочь человеку, может быть, наоборот? Вот чтобы человек так не думал, для этого Торо и говорит, нет. Это легитимное занятие медициной. Лефихах натна луа тора ршут. Торо здесь дает право. Лефихах натна луа тора ршут лерапот. Именно исходя из того, что есть такое опасение, Торо и говорит, есть у тебя право лечить, несмотря на все твои опасения. Читаем дальше по тексту. Это уже в другом отрывке. Он возвращается к тому же самому вопросу. Это не прямое продолжение текста. В другом месте. И мне кажется, пишет Рамбан, да, да, мрин натна ла тора ршут лерапот, что то, что Торо сказал, что у врача есть право лечить. Прежде всего, что нет запрета заниматься медициной. Из-за опасения того, что по ошибке может стать причиной смерти человека и нами. Но есть еще одно соображение. Второе. То, что написано здесь красным цветом, выделено. Чтобы человек не сказал, или кто-то не сказал тому человеку, который занимается медициной. Всевышний поразил его. Ну и словами. Откуда произошла эта болезнь? Мы живем в мире, у которого есть хозяин. Мир создан Всевышним. И если у человека случилась болезнь, это не само по себе случилось. Это не случайно. Нет случайностей в нашем мире. В нем все управляемо. И болезнь, которая пришла, пришла по воле Всевышнего. Вовсе не будем говорить, что это обязательно наказание Всевышнего. Это может быть и другие вещи. Не все, что происходит в мире, если это неприятности, наказание. Не все, что происходит в мире хорошего, это награда. Есть самые разные причины, самые разные мотивы, по которым Всевышний приводит в мир либо благо, либо наоборот его отсутствие, либо болезнь, как в этом случае. Точно так же, как понятно, что если отец, скажем, тормошит сына для того, чтобы тот встал с кровати и пытается его столкать, то это вовсе не наказание за то, что сын спит. Это просто попытка привести его в чувство для того, чтобы он встал и отправился на утреннюю молитву, а потом учиться. Точно так же и в отношении к Всевышнему. Не все, что происходит, следует толковать в рамках награды и наказания. Но все, безусловно, ничего не происходит само по себе. Все происходит по воле Всевышнего. Будь то благо, будь то не совсем благо. Так же и здесь. Снова я возвращаюсь в текст. Итак, чтобы не сказал человек, а кузбоху умо хец, в умирапе, Всевышний, он сам поражает человека, он сам и лечит. Иными словами, если человек болен, то это по воле Всевышнего. Тот, кто наслал на него эту болезнь, он и заберет ее. Когда придет время, либо когда человек что-то сделает, исправится или сделает еще то, что от него Всевышний хочет. То, ради чего он наслал на него эту болезнь. Куда же врач лезет, не в свое дело. Есть здесь система отношений между Богом и человеком. Мотивы, по которой Всевышний наслал эту болезнь на человека, они могут быть самыми разными. И это нас на самом деле не интересует, почему с человеком это случилось. Пусть этим занимаются философствующие люди. Это не наш вопрос. Но нам понятно, что если это произошло, произошло по воле Бога. Значит, по воле Бога эта болезнь пришла. По воле Бога она и уйдет. Куда же врачу лезть? Со своим стетоскопом и своими микстурами и порошками лезть не в свое дело. Ибо человеку вообще не следовало бы заниматься медициной, но уж поскольку люди привыкли это делать, то есть вместо того, чтобы обращаться к каким-нибудь духовным авторитетам, которые помогли бы человеку узнать, как ему эту болезнь изгнать, люди обращаются к врачам. А если так, то отныне, поскольку люди привычно обращаются к врачам, то отныне Тура дает право врачу на занятие медициной, на то, чтобы лечить. И теперь, а валяй, ршут, ршут да митсвал. И теперь, пишет Рамбан, поскольку право дано, то отныне это уже не право врача заниматься медицинской практикой, а его обязанность. Ибо если у человека есть право заниматься медицинской практикой, и он в состоянии помочь людям, то отныне он обязан это делать. И вот эта мысль, ее Рамбан развивает куда более подробно в своем комментарии к книжу, к Хумашу, к Хумашу и Кра. И здесь у меня это есть и в переводе, намного легче. Вот смотрим, что он пишет. Там Рамбан занимается очень принципиальным вопросом отношения между законами природы и чудесами. То есть то, что выходит за рамки законов материальной природы. Чудом мы называем это условно. И там Рамбан говорит, что в общем мы говорим о чудесах скрытых. Среди скрытых чудес он разделяет две разновидности. Либо чудо, которое происходит, либо то, что происходит с отдельным человеком. Когда человек, скажем, правильный, его проведение, аж ГХ, его поощряет, и с ним случаются всякие хорошие события, тогда это чудо совершенно скрытое. Потому что из того, что человек живет в достатке и прожил долгую и счастливую жизнь, люди не видят в этом как обязательно руку проведения. Ну, так у него получилось, и мало людей. А неприличные люди, что не бывает у них, что они умирают в своей постели, прожив хорошую и, в общем-то, сытую и довольно счастливую жизнь. Тоже бывает, поэтому. Но вот что касается ситуации, в которой подобного рода события происходят со всем народом Израиля, вот там вещи несколько иные. Читаю по тексту. Так пишет Ромбан. Принцип таков. Когда евреи цельны, цельны имеется в виду в праведности, и они многочисленны, то есть речь не идет об отдельно взятом человеке, а речь идет о народе в целом, когда, ну, представить себе весь народ праведный, очень трудно, но, по крайней мере, его большинство, подавляющее большинство людей, идет праведно приличного подшивания. В этом случае ничто в их жизни не происходит по законам природы. Снова речь идет не об отдельно взятом человеке, а речь идет о народе Израиля в целом. Тогда в их жизни ничто не происходит по законам природы. Ни в том, что относится к их телам, ни к их земле. То есть то, что будет происходить в их земле, в земле Израиля, будут происходить вещи невиданные, а именно, например, в шестом году, перед седьмым годом, перед Шмита, будет двойной урожай. Хотя нет никакого абсолютно никакой связи между намерениями людей соблюдать или не соблюдать остановку земледельческих работ в седьмой год в Шмиту и двойным урожаем. Но так будет происходить. Почему? Да потому что Всевышний ведет себя по отношению к народу Израиля не в рамках законов природы, он ими не ограничен, а он поднимает в этом случае весь народ на более высокую ступень. Итак, ничто не происходит по законам природы. Я возвращаюсь в текст. Не в том, что относится к их телам, ни к их земле, ни к народу в целом, то есть исторические события с этим народом будут происходить тоже невероятно, ни к любому из них. Ибо Бог благословит и хлеб, и воду, и удалит болезнь из их среды. Так Всевышний пообещал. Удалить болезнь из их среды. Настолько. Так что им вообще не потребуется врач. И совершенно не придется им беречь свое здоровье. Естественным образом. Как сказано, ибо я Бог, лечащий тебя. Ни к врачам обращаться не нужно будет. Ни даже заниматься здоровым образом жизни. То есть и профилактические какие-то меры тоже будут попросту ненужны. Всевышний полностью оградит еврейский народ от болезни. И так поступали праведники в то время. Пишет Ромбан. Чтобы вы не подумали, что я говорю о каких-то совершенно фантастических вещах. Исторически так было. Пусть очень короткий период времени, но все-таки это было. И так поступали праведники в то время, когда еще было пророчество. Только напомним, что пророчество существовало в эпоху первого храма. От откровения на горе Синай, всю эпоху судей и всю эпоху первого храма в дальнейшем до разрушения первого храма. После разрушения первого храма пророчество исчезает окончательно. То есть больше двух с половиной тысяч лет этого явления нет. Почему мы вдруг заговорили о пророчестве, мы вроде говорим о медицине. Я снова возвращаюсь в текст. Пишет Ромбан так. И так поступали праведники в то время, когда еще было пророчество. И если с ними случалось так, что из-за греха они заболевали, то обращались не к врачу, а к пророку. Подобно царю Хискияу. Так как сделал царь Хискияу, когда он сильно заболел, то он велел призвать к себе пророка Ишаяу. И спросил его, что случилось, почему я так болен. Ну и тот ему сказал, ты, в общем-то, пиши завещание, Ваше Величество, потому что это болезнь окончательная. Действие Хискияу, человека праведного, оно именно так, как описывает здесь Ромбан. Когда он заболел, он не обращается к врачу, а он обращается к пророку. Почему к пророку? Да потому что Хискияу понимает, что если он заболел, это же не случайность, если он заболел, значит на то была воля Всевышнего, чтобы он заболел. Стало быть, нужно узнать, что было причиной болезни. Если есть какие-то надежды от этой болезни избавиться, если он не смирился с тем, что он и собрался умирать, так надо как-то попытаться избавиться от болезни. Как? Чтобы избавиться от болезни, нужно узнать ее причину. А кто может узнать ее причину? Всевышний, посылая человеку болезнь, не присылает с ней вместе еще послание, в котором будет сказано, почему эта болезнь отлучит. Но можно обратиться к пророку. Пророк – это человек, пророк – не прорицатель, не тот, кто предсказывает будущее. Пророк – это человек, который находится на высшей ступени развития, на такой ступени, в которой он способен быть в контакте с Богом. И как человек, который, находясь в контакте с Богом, воспринимает не только внешнюю часть действительности, но и ее внутреннюю суть, он способен проникнуть вот эти тяжелейшие вопросы и подсказать больному причину, по которой с ним случилась эта беда. Почему к нему пришла эта болезнь? И так было действительно с Хаскияу, что пророк сказал ему, что не просто так, что он заболел, это результат того, что он до сих пор не женился и отказывается, как нормальный человек, жениться и иметь потомство. Продолжает Рамбан, снова к тексту. И также сказано, то есть это высказана критика в адрес царя Аса, что царь Аса, заболев, обратился не к Богу, а к врачам. Это стих из книги Дебрая Мим, хроники, вторая часть. Правда, здесь с Рамбаном можно было бы поспорить. Может быть, имеется здесь в виду следующее, что само обращение к врачам вещь нормальная. Единственное, что человек, который обращается к врачам, не должен ни на секунду забывать, что болезнь пришла к нему по воле Всевышнего. И для того, чтобы врач преуспел в своем лечении, для этого должна быть помощь свыше. Поэтому мало обратиться к врачу. Нужно обратиться еще и к Богу. Молиться надо ему. Молиться надо ему, чтобы Бог помог врачу меня излечить. Может быть, в этом был грех царя Аса? Нет, говорит Рамбан. Читаю. Если бы обращение к врачам было для них, то есть в те времена, когда жил царь Аса, было привычным делом, то для чего бы Писанию упоминать врачей? Нужно было бы сказать, когда он заболел, он не обратился к Богу. Я бы понял, в чем его грех в том, что он не молился. Но здесь это сказано не так. Здесь сказано, что когда он заболел, обратился не к Богу, а к врачам. А зачем врачи здесь упомянуты? Ведь тогда вина бы. Если бы вся проблема была в том, что он не помолился, его вина была бы только в том, что он не обратился к Богу. Значит, заключает Рамбан стих, надо понимать, как выражение, подобно тому, как говорят, такой-то вот такой-то человек, он нехороший, он в Песах ел не мацу, а хамец. То есть, то, что он ел не мацу, а хамец, в этом и его состав преступления. Вместо того, чтобы сделать правильно есть мацу в Песах, вместо этого он ел хамец. Так же и здесь. Вместо того, чтобы сделать, как приличные люди делают, обратиться к Богу через пророка или в молитву, вместо этого он обратился к врачам. Вот какой был царь Аса, нехороший человек. Получается, говорит Рамбан, мы видим из этого стиха, что нормальная практика в те времена была, когда люди заболевали, обращаться к пророкам. А они уже скажут, каким образом избавиться от духовного корня, от духовной причины, которая привела эту болезнь. Но тот, продолжает Рамбан, но тот, кто обращается к Богу через пророков, не станет обращаться к врачам. И нечего делать врачам в доме тех, кто исполняет волю Бога, так как он уже пообещал им, и благословлю твой хлеб и воду, и удалю болезни от твоей среды. И мудрецы Талмуда говорили, что людям не следовало бы прибегать к лечению. Но они уже привыкли. То есть, вот этого нормального, с точки зрения понимания ситуации, образа жизни, его придерживались лишь праведники. Но остальные люди. А остальные люди так и да, обращались вот как к царям, и не только он один. Они начали обращаться к врачам. То есть, не выдержав этого высокого и стоящего над природой образа жизни, люди спустились. Начали вести себя так, как ведут себя все остальные люди, все остальные народы мира. Заболели, обращаются к врачам. Привыкли. Если бы они не обращались к врачам, продолжает Трамбан, то человек бы заболевал в наказание за его грех и исцелялся бы обретя благоволение Бога. То есть, тогда процесс заболевания и излечения был бы процессом духовным. Согрежил, получил воспаление легких. Исправился, выздоровел. Но поскольку они не пошли таким путем, привыкли к лекарствам и врачам, то Творец оставил их на волю природных процессов. Здесь очень важный принцип, который мы видим во многих местах в комментарии Рамбана и в других его книгах. Всевышний ведет себя с человеком в соответствии с тем. То есть, тот образ, которым Всевышний управляет нами, определяется не им сверху вниз, а нами снизу вверх. Если мы готовы жить так, как предлагает Тора, поднявшись над этим миром, то Всевышний будет вести себя так. И болезнь он будет присылать нам только как наказание за грех или по какой-то другой причине, но только свыше. То есть, наша жизнь тогда будет диалогом. То, что случается с нами, будет не просто результатом проведения. Все, что случается со всеми людьми, результат проведения. Но это будет результат проведения, это будет такое действие Всевышнего, такое действие проведения, которое будет с нами говорить и указывать нам. То есть, давать нам намеки, указания. Вот это было неправильно, вот здесь нужно по-другому. Вот лучше бы сделать так. И мы будем тогда реагировать на это. И Всевышний будет реагировать на нашу реакцию. Правильно мы сделали, неправильно мы сделали. Болезнь ослабеет или наоборот усилится и так далее, и так далее. Но это наш выбор жить таким образом. Он означает, что в том случае, когда с человеком случается болезнь, он пойдет к пророку и спросит, вот у меня получилось язву желудка. Почему бы это? Как это можно исправить? Но если люди выбирают другой образ действия, если заболев, они обращаются к врачам и ищут лекарства, то и Всевышний переходит с ними на другой образ действия. Он уже не ведет диалог. И присылая человеку воспаление легких или язву желудка, он не ждет, чтобы человек отправился к пророку, а он говорит, что человек отправится теперь к врачу. Если так, то так. Хотели жить образом жизни чудесным, над природой, можно было и так. Не хотите, теперь все по-другому. Теперь улам каменагонуэт. Теперь все пойдет в рамках законов природы. То есть Творец оставил их на волю природных процессов. Получил диабет, сиди на диете. Прекрати есть сахар, отправься к врачу, он тебе скажет, что можно есть, что нельзя есть. Теперь уже другой порядок. В этом, и именно в этом смысл их высказывание и излечит, и мы возначаемся к той самой фразе, с которой начали, что Тора дает право на врачу на занятия медицинской практикой и излечит, означает, что врачу дано право лечить. Квадрабана, обратите внимание, сказано очень точно. Не сказано в Талмуде, больному дано право лечиться. Больному лечиться – это неправильное восповедение. По крайней мере, только постфактум оно подходит. Но вообще-то изначально не так надо было бы. Имеется в виду, если человек заболел и обратился к врачу, так как он не относится к общине Бога, у дел которой жизнь, то врачу не запрещено лечить его. Не из опасения, что тот умрет под его рукой. Ромбан здесь прибавляет, очень важно, если врач профессионал и знает свое ремесло. Не из тех соображений, что только Бог является лекарем всякой плоти. Почему так? Поскольку уже принято обращаться к медикам. Иными словами, врач сидит у себя на приеме в своей клинике, пришел к нему больной. А может врачу сказать ему, вы знаете что? Вообще-то, я вот читал комментарии Ромбана, что когда человек заболел, он должен обращаться к пророку, а не к врачу. Поэтому вам, очевидно, ошиблась адресом. Здесь у нас медицинская клиника, здесь пророков нет. Вот обратитесь к пророкам, они вас и наставят на путь истинный, скажут вам, как вам избавиться от духовных корней вашей болезни. Нет. Не так должен врач себя вести, говорит Ромбан. Пришел к нему. Даже если мы говорим о том, что было во времена первого храма, когда была такая возможность, были пророки, и была такая возможность. Но человек пришел к врачу, тем самым он расписался, что он не принадлежит к тем людям, которые ходят к пророкам. Он не принадлежит к тем людям, которые хотят жить таким невероятным, надприродным, сверхъестественным образом жизни. Он хочет жить естественным образом жизни. Он обратился к врачу. Даже если врач к нему сейчас скажет, а не лучше ли вам раскаяться в своих грехах, и тем самым вытравить своей тшевой, своим раскаянием, духовный корень вашей болезни, тогда нет, ему уже это не поможет. Потому что он уже спустился на тот уровень, где нужно уже лечиться лекарствами. Нужно уже поставить ему диагнозы, нужно уже выписать ему рецепты, лекарства. Поэтому, стало быть, поскольку тот не относится к общине Бога у дел, который жизнь, то врачу не запрещено лечить его. Не из опасения, что тот умрет под его рукой, при условии, конечно, что врач профессионал и знает свое ремесло. Не из тех соображений, что только Бог является лекарем всякой плоти. поскольку уже принято обращаться к медикам. Поэтому врач сейчас имеет не только право лечить, но и, как писал Ромбан в Турат и Адам, он теперь и обязан лечить. И поэтому, если два человека подрались, это тот самый стих, с которого мы начали, когда два человека подрались и побили друг друга, то ударивший, это тот, кто более удачно ударил, обязан заплатить за лечение, так как Тора не основывает своих законов на чудесах, как она сама говорит, ибо не переведутся нуждающиеся на земле. Иными словами, возвращаемся к ситуации в суде. Итак, у нас есть два человека, которые подрались, есть потерпевший, есть тот, кто его хорошо стукнул. Потерпевший говорит к суду, я прошу вас, обязать этого господина, который меня ударил, оплатить мне лечение. Вот мои счеты на лечение, на врача, на лекарства и так далее. Скажет ему ударивший ответчик. Я согласен, я, конечно, сожалею о том, что я нанес этот удар, я сожалею о том, что я причинил вам такие неприятности, но что касается оплаты на лечение, есть куда лучше путь. Зачем вам, уважаемый господин, обращаться к врачам? Почему бы вам не раскаяться в своих грехах? Ведь, поймите, я не отрицаю, это я вас ударил. Но разве Бог всемогущий позволил бы мне нанести вам такой удар, сокрушительный настолько, если бы вы его не заслужили? Конечно же, нет. Если провидение позволило мне не промахнуться по вашей физиономии, а ударить и еще так сильно ударить, чтобы нанести вам, наставить вам такой фингал и еще что-то выбить и так далее, это значит, вы это заслужили, вам это полагается. Так раскаетесь в своих поступках. И Бог вас излечит. Это будет намного дешевле. Зачем приходить ко мне? Зачем переваливать проблемы с больной головы, извините за каламбур, на здоровую? У меня здоровая голова. И кошелек мой, он тоже не бесконечный. Почему я должен оплачивать из своего кармана ваше нежелание жить достойным евреям образом жизни, обратиться к тем людям духовным, которые могут вам указать на духовный корень вашего недуга, почему Бог позволил мне вас ударить? Если судья выслуживает эту демагогию, то он, естественно, постучит по столу и скажет, так, пожалуйста, заканчивайте эту демагогию. Нужно оплатить по счетам. Если вы ударили, то вам придется платить. Почему? По той самой причине, по которой мы сказали. Ибо мы уже, Тора не основывает своих законов на чудесах. Законы Тора не строятся на подобных чудесах, что можно обратиться к пророку или к тому, кто наставнику, который укажет человеку путь в жизни и тем самым духовным образом он излечится от своих болельщиков. Не, 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 не. Законы строятся на реальных, природных, на законах природы, на том, что принято. И поэтому, поскольку уже принято, у нас это совершенно принятая практика обращаться к врачам, то обращение потерпевшего к врачу было легитимным, его расходы на лечения легитимны, и поэтому, пожалуйста, оплатите. Но, пишет Ромбан, при всем при этом, если Богу желанный пути человека, то есть человек, который не обращался бы к врачам, то ему не зачем связываться с врачами. Этого нельзя забывать. Вот, как объясняет Ромбан, что означает эта фраза, что врачу дано право лечить. Нужно сказать, что этот взгляд Ромбана отрицается с невероятной силой. Ромбамам, не путать, до сих пор мы читали комментарии Ромбана, Рабиму Шебен-Нахман, живший в 13 веке, в Каталонии, а потом приехал в Город Сесраэль. А сейчас мы обращаемся к Ромбаму, Рабиму Шебен-Нахман, уроженцу Кордовы в Ангалусии, который потом жил в Египте. И вот в своем комментарии к Мишне, хотя он жил намного раньше, он жил в 12 веке, но очевидно, те идеи, которые озвучил Ромбан, они озвучивались и во времена Ромбама. Так вот, Ромбам поэтому пишет так. Лэфи даатама каль, читаем. То есть, по мнению, которое он не уважает, этих людей, даатама каль ва мишубаш, по их мнению, что люди запутавшиеся и не разобравшиеся. Адам кшеирав. Что будет, если человек чувствует голод? Если человек, чувствуя голод, поступит так, как поступает большинство людей, а именно, пойдет к шкафу, в котором он хранит хлеб и к холодильнику, в котором стоит кастрюля с супом. Вейлех, снова читаю по тексту, вейлех и пойдет за хлебом. Вейохальмимену и будет есть его, поесть от него. Близ аффекши, я ври. То он, говорит, Рамбом выздоровеет. На первый взгляд, немножко странно, потому что он еще выздоровеет. Разве человек, который голоден, он что, болен? Да, считает Рамбом. И когда он насытится, он выздоровеет, но и от той болезни, от той болезни, которая является, от которой, которой является голод. Имкен, так по мнению таких, как Рамбан, по крайней мере, те, кто говорит эти идеи, которые записаны у Рамбана много лет спустя. Кварнуаш, такой человек уже, мы скажем, что он не полагается на Бога. Велоишаэнбээллокав, значит, у него действительно плохо с упованием на Бога. Но Марлаэм, что мы ответим таким людям? Ой, шотим, какие глупцы! Каашэрнодэл Ашэм, беэта Ахилла, точно так же, как мудрецы нам установили. Когда ты голоден, ешь хлеб, только не забудь, перед тем, как съесть хлеб, сказать браху, благословение. Баруха Таашэм, благословен ты, Ашэм, который выводит хлеб из земли. Хлеб, он что, сам появился на свет? Нет. Хлеб существует, потому что Бог хотел и дал возможность этому хлебу вырасти, чтобы была у меня возможность утолить свой голод. Я ему за это благодарен. И после того, как я поев, я еще скажу, Беркат Амазон, благословение после еды, в котором еще раз благословлю его за то, что у меня есть возможность утолить свой голод хлебом и утолить свою жажду водой. Ахэля Шэм Цили Маши Азбиути. Я благодарю Бога за то, что он дал мне возможность найти то, что меня, то, что утоляет мой голод. Вэй Асира Автанути. Вэхье Вэйткаем. Благодаря этому я и не умру от голода. Кен Одело Шэм Цилорифуа. Точно так же, совершенно аналогично. Если я болен другой болезнью, если у меня высокая температура, то если я излучаюсь при помощи аспирина, и рапе холикши, и рапе мену, то я возблагодарю Бога за то, что он дал мне возможность найти врача, который пропишет мне таблетку аспирина. И я благодаря избавлюсь от высокой температуры. Вообще, на самом деле, писать об этом, даже на первый взгляд, немножко глупо и стыдно. Что ж, такие очевидные вещи объяснять. И я бы не стал об этом писать, если бы я не услышал людей, которые так разглагольствуют, которые так говорят, и нужно им объяснять, что они вообще не правы. Итак, Рамбам говорит следующее. Мысли, которые мы прочитали у Рамбана, но они озвучивались во времена Рамбама значительно раньше, они совершенно абсурдны. Рамбам называет это глупостью. Людей, которые так говорят, он называет, не сняясь, глупцами. Ни больше, ни меньше. В чем возражение? Всевышний создал этот мир так, чтобы он управлялся законами природы. Как говорит Талмуд, Олам Каминаго Нуек. Законы природы означают устойчивые причинно-следственные связи. Человек их выясняет довольно быстро. Он выясняет, что когда его мучает жажда, достаточно ему выпить стакан воды, и он почувствует себя намного лучше. А если у него сводит живот, и чувствует он себя совсем плохо от голода, то достаточно ему съесть хлеба с тарелкой супа, и уже жизнь покажется ему намного-намного лучше. Если бы не было таких причинно-следственных связей, устойчивых, то жизнь была бы намного хуже, потому что сегодня я бы съел кусок хлеба, и почувствовал насыщение, и неприятное ощущение голода прекратилось бы, а завтра, если бы я съел хлеба, вдруг я бы почувствовал колики в животе, то жизнь была бы невыносима. Но жизнь не такая. Всевышний создал мир, в котором есть устойчивые причинно-следственные связи. Для чего он это сделал? Именно для того, чтобы мы им воспользовались. Мы видим, что хлеб, когда мы его едим, снимает чувство голода, вода, когда мы ее пьем, убирает жарду, а аспирин, когда мы его принимаем, убирает температуру. Стало быть, мы должны этим воспользоваться. В этом нет ничего плохого, в этом нет никакого преступления, в этом нет никакого недостатка упования на Бога. Только нужно помнить обязательно одну вещь. Нужно помнить, откуда пришел нам хлеб, откуда пришел голод и откуда пришел хлеб, откуда пришла жажда и откуда пришла вода, откуда пришла болезнь и откуда пришел врач с его таблетками аспирина. И благодарить Бога, для чего благодарить Бога? Не просто для того, чтобы быть вежливым человеком, а чтобы не забывать об этом ни на секунду. Поэтому есть благодарность Богу и за хлеб, который у нас есть, и за воду, которую мы пьем, и за таблетку аспирина, благодаря которой я избавляюсь от температуры. Но говорить, что вообще нехорошая какая-то мысль, что на самом деле человек высокодуховный, ему бы лучше не пользоваться аспирином, а ему бы лучше искать духовные корни своей болезни, это ерунда. Людей, которые провозглашают такие лозунги, Рамба называет глупцами, не больше, не меньше. Хуй шоти, глупцы просто. Понятно, что Рамбан, если бы он спорил с Рамбаном, то он бы на это возразил. Ведь Рамбан привел пример от голода, а не от болезни. Голод действительно совершенно такая вещь в порядке вещей, что есть голод и есть хлеб, который его голод убирает, утоляет наш голод и жажду. И это вполне нормально. Здесь никто не подумает, что почувствовав голод, нужно обратиться к Богу с молитвой. Владыка мира, чего-то у меня в животе нехорошо, не сделаешь ли так, чтобы я больше не чувствовал голода? Нет. Всевышний создан мир таким образом, чтобы почувствовав голод, мы действительно отправились к холодильнику и посмотрели, чем можно этот голод утолить. Только возблагодарили бы его за это. Верно. Но мы же говорим здесь о болезни. Болезнь, она наслана свыше. И она вполне может быть частью того диалога, который Всевышний с нами ведет. Он тем самым хочет указать нам что-то. Либо это может быть наказание, либо указание на что-то, что мы должны сделать и исправить и так далее. Вот здесь почему бы человеку не обратиться к поиску духовных корней того, что случилось. А это не болезнь. Но рампом неумолим. Голод – это болезнь. Прежде всего, здесь мы видим очень интересный спор о том, что врач должен делать со своим пациентом. Взгляд современной медицины. Врач должен лечить болезнь, а не симптомы. А взгляд рампом совершенно иной. Врач на то и существует, чтобы избавлять человека от страданий. Поэтому точно так же, как таблетка аспирина избавляет человека от страданий, и таблетка процетамола, способная избавить человека от страданий головной боли или других болей, точно так же кусок хлеба избавляет человека от страданий. Более того, человек, который не будет есть, он подвергается опасности. Болезнь, которую не лечат, может привести к тому, что человек умрет. Голод, который человек не утоляет, если не хочет утолять голод, или не может, хлеба у него нет, человек умрет от голода. Поэтому выводить утоление голода за пределы понятия болезнь и лечение – это неправильно, считает Трамп. Это тоже часть болезни и лечения. Потому что здесь есть страдания. Не патология какая-то, не дисфункция какой-нибудь печени или какой-нибудь железы приводит к этому. Нет. Все естественно. Но у человека есть страдания от голода. И утолить страдания. Это подобно тому, как врач помогает больному избавиться от страданий. Поэтому точно так же, как здесь, в области утоления голода и жажды, мы не говорим, что обратиться к холодильнику – это недостаточная вера и упование на Бога. Точно так же по поводу лечения – это тоже мы не скажем, что человек, который обратился к врачу, он, видите ли, недостаточно уповает на Бога, и он, видите ли, такой уже, так сказать, низкопробный человек. Это все ерунда. То есть понимание этой фразы Рамбамам «врачу дано право лечить» не такое, как у Рамбана. Рамбан говорит, да, врачу дано право лечить, но где-то сказано, что пациенту дано право лечиться. Уж поскольку он не воспользовался более высокими духовными корнями и пришел лечиться, тогда да, тогда врачу дано право лечить. А Рамбам понимает, нет, не только врачу дано право лечить, но и больному дано право лечиться. Это совершенно правильно, и нет в этом ничего плохого. Честно говоря, когда слышишь эти два взгляда, то, естественно, нам куда ближе и понятнее взгляд Рамбама. Он кажется куда более убедительным. И, по крайней мере, его пример с утолением голода, он, кажется, достаточно убедительный. Как же тогда понять Рамбана? Он что, не понимал этих простых вещей, которые указывает здесь Рамбам? Конечно, понимал. Безусловно. Не мог не знать Рамбан и Медраж. Есть такой Медраж. Прямо его зачитаем. История о том, как Раби Ишмаэль и Раби Акива, они шли как-то по Иерусалимским улицам. И был с ним еще один человек, третий, его по имени называют, некий третий. И эту троицу встретил больной человек. Он обратился к ним. Господа мои, учителя мои, помогите мне излечиться. Тогда, в те времена, в древности, еще многие мудрости считали, что человек мудрый должен понимать и в медицине тоже, и в лечении. Поэтому эти учителя Талмуда не нашли ничего странного в том, что к ним обратился больной с просьбой помочь ему. Амруло, как, как, вы как? Они ему сказали, вот, возьми какие-то травки, еще-то, в общем, посоветовали ему какой-то курс лечения, отчасти тропы, и это тебя вылечит. Тут третий человек, который услышал, как Раби Ишмаэль и Раби Акива дают медицинские советы, возмутился. А ну-ка скажите мне, господа, кто наслал, кто поразил этого человека, больного, сией болезнью? Амрула, как, Богу? У нас сомнения нет, Всевышний. Он наслал на него эту болезнь. Амарло, как, вы, мудрецы, если вы понимаете, как же вы вмешиваетесь в этот диалог Бога с человеком? Если вы понимаете, что Бог наслал на него эту болезнь, то как же вы позволяете себе вмешиваться, его излечать? Уй-ка, Батэм и Рапим, он его поразил, а, значит, он хочет, чтобы он был поражен, а вы его излечиваете? Куда вы лезете в свое дело? Амруло, маме, лахтех. Ответили они ему, хорошо, Гриш, ну-ка, вот, скажи, ты чем на хлеб зарабатываешь, на жизнь чем зарабатываешь? Амарло, оведа, дамань, сказал им, я земледелец. Амруло, м, очень интересно, ми барайта, дама, землю, которую ты обрабатываешь, кто ее создал? Ми барайта, керем, а кто создал виноградник, который ты насадил на этой земле? Амарло, м, кто же Бог, может быть вопрос, понятно, Бог создал землю, Бог создал виноград. Амруло, ваатам, ахнисета, цмеха, бедаварш, ино, шелха? А как же ты, как же ты имеешь наглость залезать в ту вещь, которая вообще-то не твоя? Хубара, ото, ваата, ухэль, пирот. Он создал мир, он создал землю, он создал виноград. А кто ты такой, чтобы есть плоды? Они что, твои? Амарло, м, я темру им, агаль, беди, он даже опешил. Сказал, вы что, не видите, у меня в руке серп? Иль малейша, анио, цевы, хоршо, умизабло, уминахшо, но и намиума. Если бы я свой виноградник не вскапывал, не окучивал, не пропалывал бы, что-нибудь бы в нем выросло, да ничего бы в нем не выросло. Все выросло только благодаря моему труду. Я своим потом и кровью поливал этот виноградник, поэтому есть виноград. Поэтому я и ем. Это мои плоды, естественно, плоды моего труда на земле, которую создал Бог. Амруло, шутешебу вам, сказали вам, если так, глупец, только послушай сам себя. Кишем шаец ино, низбаль в нирхаш, ино оле, точно так же, как дерево. Тот виноград, виноградник, та лоза, которую ты выращиваешь. И если ты ее не обрабатываешь, не вскапываешь, не окучиваешь, не удобряешь, не пропалываешь, так дерево не вырастет. Ви им, в лошадь амай, но даже если вырастет, если ты его не будешь поливать, так оно засохнет и умрет. Так же и тело человека. У, аец, оно подобно дереву. Азевелю асам, и удобрение, подобно лекарствам, которые человек приходится употреблять. Ну а земледелец в нашем случае, это врач. Врач, он подобен земледельцу. Иными словами, так Бог создал мир, что виноград сам по себе не растет. Сами по себе растут лопухи, крапива сама по себе растет, всякая прочая дрянь растет. А вот виноград будет расти только тогда, когда человек его польет, виноградник, водой и своим потом, и кровью. Конечно, только так. Так Бог создал мир. Полуфабрикатом человек. Человеку приходится вкладывать в него свой труд. Точно так же человек не выздоравливает, пока другой человек, не земледелец, а врач, не вложит в него свои знания и свой труд. И скажет ему, какие травки есть, чего избегать, какую диету, какие таблетки и так далее. Так создан мир. Мы не влезаем здесь, врач не влезает здесь не в свое дело. Это и есть его дело. Это и есть желание Всевышнего. Ну, я вас спрашиваю. Знал Рамбан этот Медраж? Знал. Здесь же совершенно четко написано, что это нормальное, правильное поведение, что в нем нет никакого недостатка в уповании на Бога и никакого... И нет здесь претензий, а почему же ты не пользуешься духовными путями избавления от болезни. Как же понять Рамбана? Здесь я направляю вас, прочитаем небольшой отрывочек из респонсы, который называется «Цицелезер», смотрю текст. Это уже авторитет нашего времени. Он писал много по вопросам, связанным с медициной. И вот пишет он следующую вещь. Как нам вообще понять слова Рамбана? Я об этом уже писал в своей книге под названием Рамбана Рахель. А вся эта книга посвящена Равелезер Вальденберг, который написал эту респонсор. Цицелезер, он написал целую отдельную книгу по вопросам логическим, связанным с медициной. Называется она «Рамбана Рахель». Она выпущена как часть его респонсор. Я уже там писал «Дедеврея Рамбана и Марим Беисоды Каредвори». Рамбан пишет о внутренней сути вещей. «Бе шуршан» – о внутренних корнях. «Безман шээн шум гурмим хэцуниим мафриим». То есть Рамбан пишет о сути вещей, о их духовных корнях. В этом он абсолютно прав. И Рамбан не будет с ним спорить. Болезнь появилась не сама по себе. Болезнь появилась, как все в нашем мире, появляется потому, что Всевышний того пожелал. По какой-то причине он решил, что хорошо бы, чтобы этот человек заболел. Причины могут быть разные. Нас на это не волнует. Почему? Но это его решение. Поэтому, по идее, правильным было бы с точки зрения человека, для того, чтобы избавиться от этого неприятного явления, как называется болезнь, поискать духовную причину возникновения болезни и, устранив эту духовную причину, избавиться от болезни. Да, но это только в чистом виде. А в жизни никогда ничего не бывает в чистом виде. В жизни всегда есть масса внешних обстоятельств, которые влияют. И в результате этого, вмешиваясь в ситуацию, они заставляют нас прибегать к другим средствам. Меня давным-давно был хороший знакомый. Он был большим энтузиастом здорового образа жизни. И к врачам он не обращался. Здоровый образ жизни. И он в это свято верил, что если он будет правильно питаться и заниматься спортом, а спортом он занимался хорошо и серьезно, достаточно сказать, что в возрасте 80 лет он бегал марафон. И участвовал в забеге наверх на Останкинскую башню. Несмотря на 80+. Все это верно. Действительно здоровый образ жизни в состоянии избавить человека от болезней? Наверное, да. Но в жизни человек никогда не живет в ситуации такого чистого опыта. В жизни вмешиваются еще масса других факторов. Несмотря на здоровый образ жизни, есть еще другие факторы, которые влияют на состояние нашего организма. И поэтому, когда с ним случился аппендицит, история, его с аппендицитом привозили в больницу. Ну, пока туда-сюда обследование. А он, как человек, который ведет здоровый образ жизни, уверен всегда, что все болезни нужно изгонять гимнастикой. Начал делать гимнастику. Раз, два, три. И здесь его аппендикс взорвался. Его срочно нужно было оперировать и так далее. То есть, к чему я привожу эту историю? Аналогично с пониманием слов Рамбана. Все, что говорит Рамбан, чистая истина. Но это никогда не руководство к действию. Как подчеркивает это и сам Рамбан, что законы Торы не основываются на вещах сверхъестественных, на том, что лежит за рамками законов материальной природы. Законы Торы, они для того, чтобы руководствовать ими в материальном мире, который управляется законом природы. По ним и следует строить свои поступки. Надо знать, что на самом деле есть духовная причина болезни. Безусловно. Но когда болезнь случается, поскольку мы живем в мире, в котором нет вот этого чистого, независимого от массы других превходящих обстоятельств, факторов и причин, мы не живем таким образом в жизни. Мы живем, понимая, что есть не только вот этот вот диалог со Всевышним, но есть еще масса-масса дополнительных факторов. И поэтому, как пишет здесь дальше, по тексту читаю, вальмеки ванши лэфи аммициют адварин. В реальности-то есть очень много дополнительных факторов. Дакимат рубады, рубады бны адам и нам закаит. И в результате этих дополнительных факторов большинство людей не могут выйти на такой уровень, в котором Шитавор, Фуатали, Дейнес, в котором их излечение придет духовным каким-то образом и избавится они от духовных корней своей болезни и тем самым избавится от болезней. Это нереально для людей, поэтому мы и разделяем между пониманием сути вещей и между практической Аллахой, практическими законами. Практический закон говорит, что абсолютно верно и абсолютно правильно любому человеку, который заболел, обратиться к врачу. К врачу, который учился в мединституте и который умеет и знает, имеет практику, который даст ему правильные лекарства, который даст ему правильную диету и так далее. То есть вот это вот очень, и эта вещь чрезвычайно важная, в особенности для людей, начинающих в иудаизме. Проблема многих из них, ужасная проблема в том, что они, начитавшись разных книжек, воспринимают какие-то идеологические установки и решают, что эти идеологические установки не догма о руководстве к действию. Что это не догма о руководстве к действию. Нет. Эти идеологические установки очень часто, как в данном случае слова Ромбана, что это понимание «бешуршан шлятворим», это понимание духовного корня вещей. Это да, это верно совершенно так. Но на уровне практическом это совершенно не верно. Потому что на практике руководствуются другими принципами реальными. На практике мы исходим из законов Торы, которые основаны на принципе у нам каменогонного мира. Мир управляется законами. Мир действует по законам природы, которые Всевышний создал. И по законам природы нам следует поступать. Поэтому заболев, идем к врачу. Точно так же, как почувствовав голод, отправляемся к шкафу с хлебом, к холодильнику с прочими интересными вещами. А почувствовав жажду, выпиваем стакан воды. Вот это все, что я хотел сегодня сказать по тему о легитимности занятия медициной.